Ну что ж, давайте продолжим, давайте даже вернемся к тому, о чем мы говорили до этого и напомним себе, наверное, о речи Павсания, а не о речи Федора. Но начнем, естественно, с вопросов. Есть ли какие-нибудь вопросы к речи Федора или к речи Павсания? Из того, что мы успели в прошлый раз прочесть. Давайте, может быть, как-то вообще подытожим, что Павсания, например, это моральный релятивист? Нет, сейчас мы это сделаем, конечно. Но, может быть, есть какие-то заранее? Ну, заранее, может быть, не знаю, это сейчас нужно отсудить рестогетоны и грандии или есть больше? О, да, да. Давайте по поводу сначала Федора. Если нет никаких вопросов по поводу речи Федора, и все как бы понятно, тогда давайте перейдем к речи Павсании. Я попытаюсь ее коротко суммировать до того момента, на котором мы остановились. Павсаний – это влюбленный, который начинает свою речь с несогласия с Федором, потому что он считает, что Эрот не один, а Эротов больше, чем один. Первоначально он не говорит, сколько. Затем он говорит, что их два, так как афродиты, к которым служит Род, тоже две. Одна из них небесная, а вторая земная. А вот вопрос, почему он сделал голову, чтобы ее афродиты? У них прям фалогенная афродита, которая из моря вышла. Нет, нет, нет. Ну, во-первых, она, конечно, не вышла из моря. Это вы картинку видели, да? А вышла-то она вообще-то из совершенно других мест по мифам. Лучше не знакомьтесь из каких. Это не очень приятное событие. Афродиты две, потому что таков афинский культ. И Павцаний, как человек, выступающий за номос, за изменение культа, естественно, беспокоится о культе и ни о чем другом. Как он объясняет, что афродиты две? Он говорит, ни одно действие не совершается красиво или некрасиво. Я напомняю вам, что красота – это, собственно, колосс. Красивый – это колосс. А значит, за словом колосс скрывает еще и благородный, как минимум. Итак, все действия могут быть совершены красиво или некрасиво. Поэтому Эрос-2, как и две афродиты, мы должны задуматься тут же над вопросом, если все вещи можно совершать хорошо и плохо, и у каждого из этих действий и вариантов действий будет свой собственный бог внутри одной единственной концепции. Не получается ли тогда, что всех богов должно быть по-разному? Два Зевса, например, Зевс-Цаль и Зевс-Теран. Два Ареса – плохая война, хорошая война. Две Афины и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. По Афсанию нужно два Эроса, потому что он собирается показать, что тот Эрос, которым болен он, или который овладел им, это хороший Эрос. То есть он собирается оправдать собственную предрасположенность, собственную любовь. В то же время, это можно сделать только на основе отличия, то есть только если он нападет на ту любовь, которая будет плохой, на то желание, которое будет плохим. Зачем ему это нужно? Потому что если он останется на уровне морального релятивизма, то получится, что любое действие вообще, в том числе и те действия, которые ему не нравятся, могут быть хорошими. Действия, которые ему не нравятся – это любовь к женщине. И он не может остаться на этом уровне, потому что иначе получится, что у него, у Павсания, есть выбор, любить ли Агафона или любить женщину. Он и то, и другое может делать хорошо. И то, и другое может быть хорошо. Но, естественно, никаких женщин любить не собирается. Поэтому Павсаний дополняет свой релятивизм естественной иерархией вещей. Он обращается от носа к природе. Природа, говорит он, утверждает, или по природе следует, что мужчина лучше, чем женщина, и, соответственно, любовь к мужчинам лучше, чем к женщинам, что душа находится выше тела, и, соответственно, любовь к душе более высокая любовь, чем любовь к телу. Я напоминаю вам, что именно из речи Павсания и выходит идея о платонической любви. И, наконец, последнее, что больше ума лучше, чем меньше ума, что разумность лучше, чем неразумность. Все это естественные стандарты. Женщина-мужчина, тело-душа, неразумность-разум. Создав такую иерархию, Павсаний, кажется, приговаривает себя к очень простому выводу, что лучше всего любить мужчину, делать это ради его души и делать это при условии, что он наиболее разумный. Павсаний двигается ниже и пытается предложить нам вариант. Он говорит нам, что мужчины хороши тем, что они, естественно, умнеют с возрастом и что они физически развиты, физически сильны. Иными словами, он опускает различия мужчин и женщин. Ну, понятно, почему он говорит только о мужчинах. Он давит на разум и объясняет, что разум возникает с возрастом. Из чего он же должен сделать вывод, что любить надо не молодых, а любить надо стариков. И причем чем старше, тем лучше. Но тем более, если он любит душу, тогда ему все равно это будет старик, как раз-таки молодой. Если у вас старика, она как раз-таки выше. Это отлично. Именно поэтому вместо слов о душе Павсаний говорит о теле, о физической силе. Да, он говорит там крепкое тело. Но он берет это не с того ничего, потому что до этого он говорит, что душа... Да, 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 да. Это одна из проблем. Почему ему нужно крепкое тело и разум? Потому что он... Чтобы продать любовь какой-то такой... Так не получится. Потому что позднее он скажет, что такая любовь, любовь между мужчинами хороша по своей природе, потому что она ведет к свободе, потому что она ведет к политической автономии. Итак, Павсаний начинает с морального релизма, но переходит к природе. Он должен будет бросить природу, потому что логика, которую он предлагает, очень простая. Чем старше, тем лучше. Что для него неприемлемо. Поэтому природа оказывается выкинута за дверь. И Павсаний говорит, мы должны ввести закон, который запрещает любить маленьких мальчиков. Все хорошие люди и так ввели себе этот закон. Но все плохие люди должны быть законодательно ограничены. В связи с чем у нас снова возникает несколько вопросов к Павсанию. Вопрос номер один. Неужели нельзя красиво любить мальчиков? Павсаний извиняется и говорит, что мальчиков нельзя любить, потому что естественный стандарт, выдвинутый им, для мальчиков не работает. Они еще не разумны. Соответственно, любовь к мальчикам всегда уродливая любовь. А значит, Павсаний нарушает собственную логику. Или собственные посылки. Но он переходит к закону. Почему ему нужен закон? Потому что ему некуда деваться. Ни изначальная нейтральность действий, ни естественный стандарт не предоставляет ему то, что ему нужно. То, к чему он стремится. И тогда он переходит от фюзиса к хомосу. Естественно, эта классическая проблема одна из серьезнейших или важнейших проблем для классической политической философии. Один из аспектов классической политической философии выходит из нее. А именно, когда мы смотрим на обжитие, на государство, мы предполагаем, что у государства есть цель. Цель, ради которой она существует. Но если это так, то у всех государств, которые мы видим вокруг себя, одна и та же цель. Если цель общежития одна и та же, то как получается, что формы общежития всегда разные. Иными словами, если цель у государства это улучшение человека, сделать возможную хорошую жизнь, то почему у кого-то тирания, у кого-то монархия, у кого-то аристократия, у кого-то олигархия, у кого-то демократия и так далее. Если цели у государства все время одни и те же, то почему законы разные? Более того, эти законы не просто разнятся между государствами, то есть в пространстве, они еще и разнятся во время. Они меняются. Цель одна и та же, но почему-то средства к достижению этой цели все время меняются. Они не остаются одинаковыми. Потому что нет универсального средства. Если есть универсальная цель, как не может быть универсального средства. Да, есть, но у нас нет идеального государства. Поэтому я про ваше рук и убираюсь разные законы, ничего такого иного нет. В этом есть. Если бы у вас было идеальное государство, а у других государств были бы другие, в отличие от него, законы. Это было бы странно, но у нас нет и идеального государства. Тогда не странно, что сохранение законы. Это хороший ответ, но проблема-то в чем заключается? Как мы поймем, какое из существующих государств находится ближе к идеальному? Как мы поймем, какое лучше? И тогда классическая политическая философия бросает вызов Номасу и говорит, Номас, закон, созданный людьми, мы видим, что он не универсален, мы видим, что он релятивистский, мы видим, что он не работает. Нам нужен естественный стандарт. Когда мы поймем природу человека, Фюзис, тогда поймем, какое государство будет идеальным, потому что познание природы позволит нам построить государство, которое полностью на эту природу опирается, и эту природу воплощает. Классическая политическая философия бросает вызов Номасу. Павсаний видит ту же проблему, но он бежит к Номасу, потому что та связь, та любовь, о которой он говорит, это противоестественная любовь. Фюзис не может ее поддержать. И Павсаний, когда он бежит к Номасу, натыкается на ту же проблему, из которой классическая политическая философия и исходит. А какой закон правильный? И Павсаний говорит нам, есть как минимум три вида законов, относящихся к Федерастии. В Беотии все разрешено, в Персии все запрещено, в Спарте и Афинах все очень сложно. И снова, как Павсаний может отличить хороший закон от плохого, если он говорит нам, именно закон отделяет хорошее от плохого? Если он на самом деле морально-делятирист, опирающийся на Номас, то результатом отделения хорошего от плохого должно быть соглашение, должен быть закон. Как отличить хороший закон от плохого закона? У Павсания есть ответ. Это абсолютно неправильный ответ, но у него другого нет. У Павсания есть очень простой ответ. Тот закон, который потакает моему желанию, и есть хороший закон. Поэтому он говорит, что у варваров отвратительные законы, потому что они запрещают перерастию, в Беотии отвратительные законы, потому что они разрешают спать с мальчиком, а спать с мальчиком значит терять свое драгоценное время в ожидании того, когда мальчик наконец повзрослелет. Потому что он может повзрослеть в хорошего мальчика, а может повзрослеть в нехорошего мальчика. И, следовательно, у Павсани остается только два выбора – Спарта и Афины. Павсани все еще остается перед проблемой. Он говорит, что хороший закон – это тот закон, который потакает ему лично. Согласитесь, если вы завтра выпустили закон о том, что ваше образование в университете должны оплачивать пенсионеры, вы бы очень сильно обрадовались. Или, например, должны оплачивать олигархи. Вы бы очень сильно обрадовались, но пенсионеры бы не обрадовались. Если бы завтра выпустили закон, разрешающий или реализующий наркоманию, наркоманы бы очень сильно обрадовались, но все остальные бы не обрадовались. А так как НОМОС – это соглашение, у Павсани возникает проблема. Иными словами, он должен доказать, что Афины и Спарта находятся выше, чем биотийцы и ионийцы. Иными словами, он должен доказать, что Афины и Спарта – это хорошо устроенные государства. Если они хорошо устроенные, то их закон – это хороший закон, а их закон разрешает то, что он собирается сделать. Значит, закон, который ему нужен – это хороший закон. Его закон – это хороший закон. Но при этом его речь направлена на то, что был Афинов, потом… Немного «да», 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 «да». А то есть он как-то в итоге-то ничего не докажет, даже, ну, он сейчас возведет закон Афинов наверх, и… А потом скажет, давайте его «да», «да», «да». То есть Афинский закон – это лучший закон, но давайте мы его немного подправим. Ирония, запрятанная в ту часть речи Повсания, которую мы сейчас будем обсуждать, гормония Ариста Гетона, заключается в том, что Повсаний пытается связать занятия, которые по определению считаются хорошими. И снова, если нет хороших и плохих поступков как таковых, то заниматься гимнастикой и философией можно как плохо, так и хорошо. Но Повсаний видит, что все присутствующие, очевидно, считают занятия философией и гимнастикой хорошими. Поэтому он собирается связать педерастию с этими двумя занятиями и таким образом сделать педерастию хорошей в глазах окружающих. Как он это собирается сделать? Он берет государство, которое полностью запрещает педерастию, варварские государства, и говорит, что там же запрещены гимнастика и философия. Почему там запрещены гимнастика и философия, а заодно в скобочках и педерастия? Потому что гимнастика и философия, говорит Повсаний, ведут к свободе. Таким образом, педерастия должна будет вести туда же. Я напоминаю вам, что это именно аргумент Федера, против которого Повсаний выступает. Идеальное войско и идеальный город – это мужчины, которые любят друг друга. И я возвращаюсь к иронии ситуации. Повсаний говорит, тирания – это самый худший строй. Да, биотинцы любят детей, но они хотя бы могут любить кого угодно, в то время как тирания запрещает любить кого угодно. Ирония в том, что Повсаний сам, в конце концов, уезжает служить тиранам. И еще какой-то у меня вопрос. Почему тирания запрещают любить кого-либо? Ведь Хоккедит описывает этих всех тиранов – гепарха, гиппия и этих как… Песестратидов. Да, он их описывает как людей, которые очень много сделали для… Да, 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 именно это-то, именно это-то и шутка. Как Федер извращает мифы и слова философов с поэтами, так Повсаний извращает историю тираноборчества, для того, чтобы она начала выглядеть так, как ему нужно. Скорее всего, Платон был знаком с трудом Хоккедита. По крайней мере, есть целая группа современных исследователей, которые утверждают, что многие мысли Платона – это, конечно, ответ Хоккедита. Поэтому мы не можем закрывать глаза на Хоккедита, особенно в истории тираноборчества Гармоди Аристагитона. Итак, Гармоди Аристагитона – это явно не философы, и вряд ли они уж такие хорошие гимнасты, но они педерасты, и они вместе борются против тирании. Педерастия и свобода связаны напрямую, благодаря истории любви Гармоди Аристагитона. Но они же не борются против тираноборчества. Вот. Они же просто борются. Мы сейчас дойдем до этого. Да, у вас был такой вопрос. Да, у меня не по этому поводу. Мы уже перешли просто. Ну, вернемся назад, давайте. Помните, мы с вами в прошлый раз говорили, что в принципе все были бы рады принять этот закон, но проблема вся в том, что отцы не хотят, чтобы их... Сейчас, да, мы до этого дойдем. Да, мы до этого дойдем. Это естественно. Смотрите, когда он скажет, что лучшие законы – это афинские законы, тогда придется разбирать афинские законы. Но афинские законы, удивительные, они запрещают мальчикам встречаться с поклонниками. И Павсани будет решать эту проблему дальше. Хорошо, тогда да. Раз уж на что, наверное, месяц назад, я бы хотела выяснить такое вещь замечательное, как старческая деменция, которая, в общем-то, снимает проблему того, что ребенок стариков, а не сумасшедший. Да, это хорошее замечание. Мы знаем возраст всех присутствующих, и самый старый из всех присутствующих – это Сократ. И вряд ли Сократ находится в деменции. В смысле, уж точно Сократ не находится в деменции. А значит, любовь к Агафону автоматически становится неоправданной. Более того, когда Сократ умирает, ему 70, но он точно не в деменции. Даже Критону 70, и он тоже точно не в деменции. То есть, деменция – это болезнь. Ну, хорошо, у вас есть не только деменция, я имею в виду, целый спектр. Да, 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 я понимаю, но все это как раз ненормальные состояния, болезненные состояния. То есть, Критон, как вы только и делаете, что болезнь? Ой, нет, 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 нет. Смотрите, когда Павсаний говорит, что физическая сила тоже есть ориентир, мы можем сказать, что, естественно, чем старше человек до определенного возраста, конечно, тем он физически сильнее. Но есть ведь болезненные люди, есть просто физически слабые люди, так что Павсаний говорит о стандарте, а не о ответвлении от их стандартов. То есть, Павсаний берет некие дела. Да, но если больных у нас больше, чем здоровых, то что это будет? Это ничего не значит, потому что это собирается Рита. Они всегда знают, что большинство – это плохо. То есть, большинство всегда плохое. Оно всегда глупее, оно всегда хуже. Так он вообще не ориентируется? Нет, он не ориентируется на большинство. Он выдвигает стандарт, которому большинство… Ну так он же сливки сливок. Понятно, что его не интересует большинство. Но он же устает даже от сливок. Каких же Агафонов? Конечно. То есть, естественно, он любит Агафона. Он не любит всякого мальчика младше него. Он любит конкретно Агафона. И так получается, что Агафон младше него. Поэтому ему надо обосновать, почему можно любить людей младше, чем он сам. А вообще, по сути, ему уже все можно, и его никто не осуществит. Нет, ему, конечно, все можно. Но если все можно, то почему он не любит маленьких мальчиков? Или еще хуже? Давайте, маленькие мальчики – это не так интересно. Если все можно, почему он не любит женщин? Можно, не знаю, что будет. Нет, смотрите. Павсаний выступает за высшего эрота, красивого эрота. Но он ведь сказал, что все поступки морально нейтральны. А значит, любовь к женщине может быть красивой. Почему же он любит мужчину, а не женщину? Потому что любовь к мужчине даже может быть интенсивной. Ему нельзя не трех будет. Если это так, тогда мы можем принять закон, полностью запрещающий педрастию. Ведь мы заботимся не о любви, а о красоте. Но он не любит женщин. То есть вы хотите сказать, что при условии, что у нас, может быть, хорошая любовь к женщине, хорошая любовь к мужчине, можем сделать вообще хорошую любовь к мужчине? Или, например, вообще, или, например, как Павсаний, вообще хорошую любовь к женщине. Ну, нет, я веду по закону, в том случае, как... Да, и разницы никакой не будет. А, в этом вообще. Конечно, но для Павсаний это она есть. То есть Павсаний заранее, то, что по-английски называется bias, он предусудителен, у него есть своя цель. И он пытается подстроить свою аргументацию под эту цель. И, естественно, помните, как он отлично выкидывает женщин. Нет мужчин, которые любят женщин. В смысле, только женщин. Есть плохие мужчины, которые одновременно любят и мужчин, и женщин. Это и делает их плохими. Хорошо, давайте поговорим все-таки о тираноборчестве. Да, что вы хотели сказать? Кто-нибудь что-нибудь... Значит, я попробую. Можете сказать, что они не про тираноборься, а просто, ну, из-за ревности, и вибра прочитала тоже. Да. Фукит описывает нам причину тираноборчества гармодия эристогетона. Это была ревность. Иными словами, тот факт, что гармодия эристогетона покушаются на тиранию. Фукит даже показывает, что, собственно, они покушаются не на тиранию, а на конкретного человека, который даже тираном не является на тот момент. Это случайность. История гармодия эристогетона – это не история освобождения, педерастия, связанная со свободой. С тираноборчеством. История гармодия эристогетона – это история убийства из ревности. И если мы следуем Повсанию, то очевидно, что убийство из ревности может быть хорошим, а может быть плохим. И не только из ревности, еще и от обида, мести. Да, да. И умирая. Но, если мы следуем Фукитиду, хорошим ли было убийство, совершенное гармодием и эристогетоном? Нет, конечно. Почему нет? Потому что оно было сделано из ревности и из-за мести. Нет, это не имеет значения. Но Фукитид, как говорится, у афинян сложился такой стереотип, что вот они такие тираноборцы, они воздвигли статую. Но на самом деле они были просто дворцы, которые отомстили и убили человека, который относился к роду, который достаточно много сделал для жителей. Следовательно, я думаю, что Фукитид против того, что они хорошие герои. Это понятно, но давайте мы применим к их поступку логику Павсания, изначальную логику Павсания. А Павсания наоборот перебирает и приводит их в пример, что вот они якобы такие, вот они за свободу. Да, 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 да. Это мы уже обсудили. Но скажите мне, было ли убийство, совершенное Гармодием и Эристо Гетоном, хорошим убийством? Хорошим убийством, что здесь вы имеете в виду? Хорошо спланировано, но оно было спланировано. И то плохо спланировано. Вот! Оно не просто было плохо спланировано, оно еще было плохо исполнено. Да, оно провалено. То есть, даже если мы принимаем моральный литилизм, предлагаемый Павсанием, даже если мы верим, что Гармодием и Эристо Гетоном сделали это ради свободы, они сделали это плохо. Иными словами, бывает плохая борьба за свободу. И это плохая борьба Гармодием и Эристо Гетоном. Педерасты. Перед тем, как мы перейдем дальше, есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Ну, давайте тогда пойдем дальше. Да, мы видим. Это... Таким образом? Да. Таким образом, в тех государствах, где отдаваться поклонникам считается предусмотрительным, это мнение установилось из-за порочности тех, кто его придерживается, то есть своих корыстных правителей и молодушных подданных. И снова, может ли тирания быть хорошей с точки зрения Павсания? Очевидно, да, с изначальной точки зрения. Но тирания запрещает то, что хочет. Поэтому он указывает на тиранию как на зло, а на освобождение, на свободу, как на добро получения. А, Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, когда мы говорим тирания, что конкретно имеем в виду? Абсолютная власть? Да, 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 да. Монархия отличается от тирании тем, что... Очень простой, очень повесностный ответ. Тем, что монархия – это правление одного без закона или правление не только с согласия подданных, как говорит Аристотель, но и без него. То есть тирания – это правление одного, но это либо беззаконное правление, либо правление в том числе без согласия подданных. Правление сирии. И передается власть по крови? Как правило, тирания не перерастает в монархию. И от перерыва будет постоянно. Да, 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 да. Она долго не держится. А в тех, где это просто признается прекрасным, этот порядок идет от косности тех, кто его завел. Наши обычаи много лучше. Много красивее или благороднее? Много красивее или... Много благороднее. Много благороднее. Хотя, как я уже сказал, разобраться в них не так-то легко. И правда, если учесть, что, по чему мнению, лучше любить открыто, чем тайно, юношей достойных и благородных, хотя бы они были и не так хороши собой. Если учесть далее, что влюбленный встречает у всех удивительное сочувствие и ничего зазорного в его поведении никто не видит. Что победа в любви – это, по общему мнению, благо, а поражение – позор. Что обычай не только оправдывает, но и одобряет любые уловки домогающегося победы поклонника. Даже такие, которые, если к ним... Ой, нет, далеко, далеко. Давайте лучше потихонечку будем разбираться. Итак, первое, что говорит Павсаний – наши обычаи много лучше или благороднее. Восхваление старейшего заменяется восхвалением хорошо устроенного. И тут возникает проблема. Хорошо устроенное государство – это государство свободное, где есть гимнастика, педерастия и философия. О каких двух государствах говорит с самого начала Павсаний, как о хорошо устроенных? О философии и философии. Есть ли в Спарте философия? Нет. В Спарте никакой философии нет. Хотя там есть гимнастика и педерастия. Но! Спарта хорошо устроена. Почему? Если в ней нет философии. Потому что в Персии нет того, что надо. Люди говорят. Ну, а я не знаю, в Персии... Оно в Персии же запрещено. Да, 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 да. Нет, так, смотрите, он связал педерастия и философию гимнастику. Значит, то хорошее государство, где это есть. Но в Спарте нет философии. Спарта хорошо устроена, потому что она устроена Богом или с помощью Бога. Давайте дальше. И правда, если учесть, что по общему мнению лучше любить открыто, чем тайна, юношей достойных и благородных, хотя бы они были и так хороши собой, если учесть далее, что влюбленный встречает у всех удивительное сочувствие и ничего зазорного в его поведении никто не видит, что победа в любви – это по общему мнению благо, а выражение позор. Достаточно. Итак, обычай или закон объявляет, что благородно любить и благородно быть благодарным влюбленным. И снова. Павсаний говорил нам, Павсаний начинал с морального релятивизма. Можно любить хорошо, а можно любить плохо. Что это значит? Что это значило для него тогда? Любить плохо – это любить низкими средствами, любить хорошо – это любить высокими средствами. Красивые жесты, уродливые жесты. Но теперь он говорит, что обычай в Афинах подразумевает, что в любви все средства хороши, и что влюбленный может добиваться любимого любыми средствами. А это значит, не может быть уродливой любви со стороны влюбленного. А это значит, что Павсаний снова ставит себя в тупик, он снова не прав. Есть поступки, которые хороши по определению. Например, добиваться любимого. И так как этот поступок хорош по определению, все, что помогает вам добиться любимого, так же хорошо. А это не имеет? А это не имеет? Ну, это ваша проблема. В смысле, вы попытались, но у вас не получилось. То есть, получается, цель оправдывает средства? Да, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. В любви и на войне все средства хороши. Вот о чем говорит Павсаний. Что обычай не только оправдывает, но и одобряет любые уловки домогающегося побега-клонника. Из этого потом, в самом конце Павсаний сделает вывод, что сладких мальчиков можно и нужно обманывать. И что в этом ничего плохого-то и нет. Потому что если сладкий мальчик окажется обманут и ему не повезет, то у него никаких проблем нет. Он сделал это, он обманулся из лучших чувств. А если он окажется обманут и ему повезет, то есть он не окажется обманут, то вообще замечательно все. А влюбленные все хороши, несмотря на то, что бы они ни делали. Даже такие, которые, если к ним прибегнешь ради любой цели, наверняка вызовут всеобщее осуждение. Попробуй, например, ради денег, должности или какой-нибудь другой выгоды вести себя так, как ведут себя поклонники. Донимающие своих возлюбленных униженными мольбами, усыпающие их клятвами, валяющиеся у их дверей и готовые выводить не такие рабские обязанности, каких не возьмет на себя последний раб. И тебе не дадут ни проходу, ни друзья, ни враги. Любовь хороша по определению и все, что делается для любви, для достижения любви, хороша по определению. Убежающиеся влюблены, стирану хорошее. Да, да. Да, и какие бы гадости, глупости или жалкости он не делал, обычаи считают его все равно хорошим. Первые станут тебя отчитывать, стыдясь за тебя. Вторые обвиняют тебя в угодничестве и повозке. Моральный ретизм повсания теперь выглядит совершенно иначе. Ни одно действие не может быть хорошо само по себе. Оно хорошо только в определенном контексте. То, что хорошо в случае любви, нехорошо во всех остальных случаях. Да. Если всякие средства в любви хороши, и любой сам по себе хорошо. Да, и это тот вывод, который я обманываю от Павсани. Да, проблема в том, что у нас все очень хорошо. И есть еще какие-то отличия. Да, 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 да. Да, 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 это проблема, с которой не может уйти. Более того, вернитесь назад. Если все средства достижения любви хороши, то вывод только один, любовь сама по себе хороша. А любовь это как должна быть нейтрально, потому что есть хороший род и есть плохой род. А получается, что эрот один. И он только хороший. Но мы делаем этот вывод из обычая. А как мы можем опустить обычаи? А мы не можем опустить обычаи, потому что из природы вывод, который хочет Павсания, не сделать вообще. Из природы выходит прямо противоположный вывод. Ведь Павсания начинает с природы. Мужчины лучше, чем женщины. Душа лучше, чем тело. Разум лучше, чем неразум. Из чего следует, что лучшая любовь? Это любовь к старому мужчине. Да, любовь к обычаю можно изменить, можно изменить. Это правда. Но мы возвращаемся к проблеме, о которой я уже говорил. А как вы отличите хороший обычай от плохого? И ответ Павсания. Хороший обычай – это тот обычай, который следует мне лично на пользу. То есть у него никаких критериев осуждения о хорошем обычаи нет. Поэтому он и находится в той проблеме, в которой находится. А вот влюбленному все это прощают, и обычай всецело на его стороне. Словно его поведение поистине безупречно. Если учесть наконец, и это самое поразительное, что по мнению большинства, боги прощают нарушение клятвы только влюбленному, поскольку, мол, любовная клятва – это не клятва, и что, следовательно, по здешним понятиям и боги, и люди предоставляют влюбленному любые права. Достаточно смотреть. До этого он говорит, обычай всецело на его стороне. А теперь он говорит, по мнению большинства, боги прощают нарушение клятвы. Обычай и большинство связаны. Потому что обычай – это как раз то, чему следует большинство. И все, чему следует большинство, кажется, является обычаем. Павсаний находится в определенной ситуации. Эта ситуация – демократическая ситуация. И в этой демократической ситуации он должен опираться на решение большинства. Мы снова возвращаемся к вопросу о том, какой закон является хорошим законом. Который поддерживает большинство. Который поддерживает большинство. Именно поэтому в Телании плохие, потому что законы в Телании не создаются большинством. В то время как у нас законы создаются большинством. Но здесь есть две проблемы. Первое. В Биотии законы тоже создаются большинством. Но там законы, которые Павсанию не нравятся. И второе. Если законы – это законы большинства, то очевидно, что Павсаний должен следовать за решением большинства. За обычаем, которое продвигается большинством. В вопросах любви. Какой обычай продвигается большинством? Продвигается детей, женщин. Конечно! И он снова оказывается в поражении. Он близок к тому, чтобы обосновать свое поведение обычаем или законом. Но то поведение по отношению к любви, которое обосновывается обычаем или законом, конечно же обосновывается по отношению к женщине. И я напоминаю вам, что Павсаний знает это. Ведь выше он сказал. Конечно, люди достойны сами устанавливать себе такой закон. Но надо бы запретить это пошлым поклонникам и пошлым. Как мы запрещаем им, насколько это в наших силах, любить свободно рожденных женщин. Обычай на Адюльтер, закон на Адюльтер существует, а обычай на любовь к мальчикам не существует. Потому что большинство интересуется любовью к женщине и обеспокоено этой проблемой, а не обеспокоено проблемой Павсания, проблемой меженства. Если Павсаний следует за большинством, то у него нет выбора. Он должен жениться и завести деньги. И стать уничтоженным. Как он сам говорит. Да-да-да-да-да-да-да. Быть может, в самом начале он говорит о себе. Ведь это только он может одновременно любить и мужчину и женщину. Но никогда только женщину. У меня есть два выбора. На одном мужчина, а на другом мужчина и женщина. Но я считаю, что если я сделаю выбор в пользу мужчины и женщины, я буду отвратителен. Мне это не нравится. И тогда мы понимаем, почему нет выбора лесбиянок, и почему нет выбора нормальной гетеросексуальной пады. Речь идет только о нем. Итак, эрос один. И он всегда хорош. Но применительно к Павсанию эроса два. И один из них плох, а другой хорош. Один ему нравится, а другой нет. Павсаний согласен с Федором. И в то же время не может согласиться с ним. Хорошо. Если учесть все это, вполне можно заключить, что и любовь, и благоволение влюбленному в нашем государстве считаются чем-то безупречно прекрасным. Но если, с другой стороны, отцы приставляют к своим сыновьям надиратели, чтобы те, прежде всего, не позволяли им беседовать с поклонниками, Сверстники. Сейчас мы остановимся на этом. Федор говорит, что боги награждают и наказывают. Иными словами, что долесное поведение людей, помните это, самопожертвование, зависит от того, существуют ли боги. Павсаний говорит, что боги не должны ни награждать, ни наказывать влюбленного и любимого. Они должны делать что? Прощать. Прощать. Влюбленному тот факт, что он совершает нечестие, ведь когда клянутся, клянутся богами. И клятва богом, если она нарушена, является актом нечестия. Павсаний хочет, чтобы это прощение давало ему возможность клясться и не быть нечестивцем. Потому что очевидно, что вообще-то большинство считает, что нечестивость, это, конечно же, плохо. Итак, у нас есть амбивалентность, о которой говорит Павсаний. С одной стороны, в нашем родном городе Афином влюбленным разрешено все. И все понимают, что влюбленные могут сделать все, что хотят, и ничего страшного в этом нет. А с другой стороны... Но если с другой стороны отцы приставляют к своим сыновьям надзирателей, чтобы те, прежде всего, не позволяли им беседовать с поклонниками... Я напоминаю вам историю того, как Алкевиат соблазняет Сократа. Один из самых первых шагов Алкевиата заключается в том, что Алкевиат хочет остаться в единстве с Сократом и потому отсылает сопровождающих. А свежники и товарищи сыновей обычно корят за такие беседы. Причем старшие не пресекают и не опровергают подобные укоры, как несправедливые. То, видя это, можно наоборот заключить, что любовные отношения считаются у нас чем-то весьма постыдным. Да. И так, проблема повсадья заключается в том, что афинский обычай, сподвигая влюбленных на все и разрешая влюбленным все, запрещает все любимым. Проблема влюбленных, я напоминаю вам, хотя я уже об этом говорил, заключается в том, что влюбленные – это отцы. При демократии они есть господствующий класс, а значит, они разрешают себе все, но в то же время они все запрещают своим несовершеннолетним сыновьям. И повсадь не находится в этой проблеме. Любовь, которую продвигает повсадь, как мы видим и как мы видим в самом-самом конце, это, естественно, любовь к себе. Он заинтересован только в собственной точке зрения, в утверждении собственной точки зрения. Его не интересует ни истина, ни природа, ни конвенция, не дай Господь жениться на женщине. Но он ведет себя ровно так, как ведут себя отцы. Любовь к себе сподвигает отцов разрешать себе все. Но одновременно вместе с этим, любовь к себе, то есть к своим сыновьям, заставляет отцов запрещать сыновьям все. Павсаний указывает на двух эротов, но два эрота, о которых он говорит, это не его личная ситуация, и даже не то, что он пытается нам описать, а та амбивалентность, которая выникает из любви к себе, которую он в конце концов приходит, и которую он пытается раззащить. И в этом смысле он согласен с Федором? Ну, то есть его взгляды схожи с Федором? Что это все-таки эгоизм? Кажется, да. Он не согласен с Федором, но за его взглядами стоит ровно то же самое, что стоит за Федором. А дело, по-моему, обстоит вот как. Тут все не так просто, ибо, как я сказал в начале, ни одно действие не бывает ни прекрасно, ни безобразно само по себе. Он понял, что он зашел в тупик, нажимает кнопку «Ресет» и начинает все заново. Теперь он попытается доказать, что нельзя не разрешать всякую любовь, что он уже сделал, между прочим, сказав, что нельзя любить маленьких мальчиков. Не запрещать все. Павсаний выступает противником как полной свободы в биотии, так и полного запрета в унии. Но теперь этот полный запрет и эта полная свобода относятся к двум проблемам и к двум проблемам разным. То есть полная свобода для отцов и полный запрет для сыновей. Если оно совершается прекрасно, оно прекрасно. Если безобразно, оно безобразно. Безобразно стало быть угождать низкому человеку и при том угождать низко, но прекрасно и человеку достойному и достойнейшим образом. Угу. Заметьте, вот это угождать. Скорее всего, речь идёт, конечно же, о любимом. Любимый угождает, потому что, как мы уже знаем, влюблённому-то, кажется, можно всё. Сейчас он уже пишет, что возможно угождать низко. Ну, говорит, говорит, да-да-да. А сейчас нам кажется, что на самом деле это не так, что он вернулся назад и говорит, есть хорошие действия со стороны влюблённого, есть плохие действия со стороны влюблённого. И в этот раз, заметьте, нет ни слова о разуме или о мужестве, в смысле о силе, а значит, речь пойдёт о чём-то другом, да. Может быть, он не так уж и противоречив в том случае, когда он говорил, что, когда он оправдывал любые действия любящего, он имел в виду, что его любимый, он уже зрелый и достойный. И тогда к нему все средства хороши. А сейчас он говорит о том, что вот к низкому, к неразумному. Уже как-то что-то по-другому. Скорее нет. Смотрите, он говорил, у нас странные обычаи, потому что он позволяет всё любимым. А если хороших действий самих по себе не бывает, то, по идее, все действия, которые совершает влюблённый, разрешены, если они совершаются хорошо. А финские обычаи разрешают вообще все действия. Да, но если они обращены к разумному, то есть не к совершенному. Хорошее замечание, но здесь в его окончательном предложении, которое вот он сейчас выдвигает, нет ни слова про разум. Но зато у него есть угождать низкому человеку. Давай посмотрим, кто же низок. Низок же тот пошлый поклонник, который любит тело больше, чем душу. Дальше, дальше. Он, к тому же, непостоянен, поскольку непостоянно то, что он любит. Иными словами, повсание не интересует душа, повсание интересует постоянство. Помните, почему он запрещает любить мальчиков? Потому что непонятно, во что вырастут, непостоянное. Он же хочет постоянство. И кажется, его любовь, хорошая любовь, это окажется постоянной любовью. И дальше. Стоит лишь отцвести тело, а тело-то он и любил, как он упорхнет, улетая, посрамив все свои многословные обещания. А кто любит за высокие нравственные достоинства... Ну, за добродетельность, да? А кто любит за добродетельность, тот остается верен всю жизнь, потому что он привязывается к чему-то постоянному. Итак, красивая любовь, это любовь к чему-то постоянному, к чему-то длящемуся. И что же это за любовь? Это любовь к душе. Ну да, как я и сказала, к разумному. Нет, разум и душа это разные вещи. Помните, Павсаний сам отделяет их, когда говорит, что женщина ниже, чем мужчина, тело ниже, чем душа, и неразумное ниже, чем разумное. Он уже отделил разум от души. Проблема заключается в следующем. А у женщин есть души. А если они есть, то они такие же постоянные, как души мальчиков, становящихся юношами, а затем мужчинами. А значит, любовь к женщине ничем не отличается. То есть, любовь к женской душе ничем не отличается от любви к мужской душе. Когда он выкинул разум и физическую силу, а он не может ее не выкинуть, потому что это тело, и значит, оно стоит ниже, чем душа. Он возвращается к проблеме номер один. К проблеме, что можно одинаково хорошо любить и женщину, и мужчину. То есть, что хорошая любовь к женщине ничем не отличается от хорошей любви к мужчине. На что он, естественно, пойти не может. А у женщин есть души? Может быть, он отвечает, что когда нет. Нет, он не может ответить иначе, потому что вообще-то традиция и закон подразумевают, что, конечно же, есть. В Аиде женщина присутствует точно так же, как и мужчина. Ну, смотрите, как у Аристотеля там разделение этих душ растительное, разумное. Может быть, он тоже имеет в виду, что у женщин вот только она какая-то примитивная? Так не получится, потому что вопрос, есть она или нет. А, ну все, то есть она одна. Да. То есть, если сразу вам это еще прокатывало, садится и считает и так далее, то с душой уже не выйдет. Поклонников у нас... Да. И, знаете, высокие... Да. Можно вопрос? Да, конечно. Почему он не может оставить любого женщину, любого мужчину? Ну, то есть и то, и то оставить. Просто ему же что? Его цель какая? Чтобы приняли закон, что это нормально, любить мальчиков, правильно? И все. Он может оставить все остальное. Как он объяснит себе и окружающим, что он сделал правильный выбор? Ну, если это нам нет, то это без разницы. То есть, это свобода? Ну да. Да, но свобода это как раз то, что плохо с точки зрения повсания. Как он объяснит окружающим, что он сделал то, что он сделал хорошо? Ведь он говорит, ни при каких обстоятельствах я не буду любить женщину. А все, кто любит одновременно и женщину, и мужчину, это все плохие люди. Это все бошквые люди. Итак, кажется, что ни природа, ни разум не могут отделить добро от зла. И что к упасанию нет никакого выхода, кроме как бежать к морали, к нравственности. Высокие нравственные качества. И смотрите, он снова говорит о нашей области. Обычаи. У нас отличные обычаи. Блин, это же обычаи у нас до сих пор. Ну, применительно к женщинам и мужчинам. Да, да. Женщина ломается какое-то время и считает, что вот надо. А если она быстренько скажет, хотя она этого страстно жмёт, она того не стоит. Да, да. Ну, давайте мы дочитаем дальше по-своему. Во-вторых, позорно отдаваться за деньги или за политическое влияние поклонника, независимо от того, вызвано ли это уступчивость страхом перед нуждой или же неспособностью пренебречь благодеяниями, деньгами или политическими расчётами. Итак, смотрите. Кто кого любит за высокие нравственные достоинства? Влюблённый любит любимого за высокие нравственные достоинства. Иными словами, Павсаний пытается нам сказать, что хорошая любовь – это любовь к хорошему человеку. В смысле, к высокоморальному человеку, к добродетельному человеку. И теперь он пытается переложить всю вину не на влюблённого, а на любимого. Плохая любовь – это та любовь, при которой любимый отдаётся плохому человеку. В смысле, сам является плохим, потому что он отдаётся за вещи, которые не имеют значения. А имеют значение только высокие нравственные качества, только душа. Хотя при этом он говорил, что возлюбленный, когда добивается, он может и в ногах ляться, следовательно, и деньги ему приливают. Влюблённый, влюблённый, да. Так в том-то и красота. Он и закончит этим. А именно, что влюблённый может делать всё, что захочет. И влюблённый всегда хорош. Потому что он всегда обманывает любимого. Но если любимый обманывается ради денег, то это плохой любимый. А влюблённый всё ещё хороший. А если он обманывается ради высоких качеств, то это хороший любимый. Но это не имеет значения, потому что влюблённые всегда замечательные. Всё наберём сюда. Ведь такие побуждения ненадёжны и приходящие, не говоря уже о том, что на их почве никогда не вырастает благородная дружба. И значит достойным образом угождать поклоннику можно по нашим обычаям лишь одним путём. Мы считаем, что если поклонника, как бы рабски не служил он по своей воле предмету любви, никто не упрекает в позорном угодничестве, то и другой стороне остаётся одна непозорная разновидность добровольного рабства, а именно рабство во имя совершенствования. Да, нравственное совершенство добродетели. Возлюбленный хорош только при условии, что он позволяет любить себя ради добродетели. И это снова, заметьте, мы считаем это в оригинале, конечно, наш обычай. Итак, получается интересная штука. Кажется нам сейчас, что влюблённый всегда хорош, но любовь зависит от любимого, ну и правда, от того, кто позволяет себя бить. И любимый определяет качество любви. Если любимый хорош, то есть если он позволяет себя любить ради хорошей цели, и снова повсаний проваливается, потому что если существует хорошая цель, значит есть нечто хорошее само по себе добродетель. Он во многом согласен с Федором, но если Федор под добродетелью понимает только одну из четырёх классических добродетелей, мужество, то повсаний уже не отделяет мужество от каких бы ни было других добродетелей, и говорит о некой общей добродетели, которая хороша сама по себе. Итак, плохая любовь и хорошая любовь. В этой ситуации влюблённый, любовь, любимый, есть одна только вещь, которая хороша сама по себе. И это влюблённый. В то время как любовь хороша, только если она совершается ради вещи, которая хороша сама по себе. Добродетель. И любимый хорош, только если он выбирает любовь к влюблённому ради этой цели. Добродетели. Павсаний, кажется, решает все свои проблемы, кроме одной. Это, во-первых, естественно. А во-вторых, что мешает маленьким детям тянуться к владетели? Ну, они не разжимы. Как они могут тянуться к владетели? Ну, как раз-таки они и тянутся, чтобы быть разумными. Нет, они не могут понять, что они не могут отходить. Это же всегда так. Девочки всегда засматривались на старшеклассников. Они тянулись к старшим. Они были интересными, казалось, невозмездно, девочки. Давайте двигаться дальше. Можете напомнить, любовь только если... Что любовь только если? Ну, она хороша только если. Только если она ведет к вещи, которая хороша сама по себе. То есть добродетель? Да. У Федора, помните, была проблема? Он объявлял, что любовь ведет к вещи, которая хороша сама по себе. Да. Да. Но мы же переворачивали все это. И получалось, что Федор как раз говорит ужасные вещи. Потому что любовь получалась выше, чем добродетель. Да, но ведь любовь – это то, чем ближе влюбленный. Он может быть влюбленный, он может испытывать любовь по отношению к женщине, к старшим. Нет. Смотрите, здесь сейчас идет про влюбленного повсания, которое может испытывать только мальчиком. Все это дело, да? Проблема с женщиной, естественно, осталась. Что мешает женщине любить кого-то ради нравственного совершенства, ради добродетеля? Да. И в самом деле, если кто-нибудь оказывает кому-нибудь услуги, надеясь усовершенствоваться благодаря ему в какой-либо мудрости или в любой другой добродетели. Да, и следующий шаг. А как мы идем к добродетели? И ответ повсания, так как он уже, так как он находится в определенной ситуации или в определенной компании, будет лучше сказать. Кто все присутствующие в основной своей массе? Слегки учеников. Это я понял. А еще? Слышины. А были, ну, софисты. Это либо ученики софистов, либо софисты. И сейчас повсаний, я напоминаю вам, который до этого пытался соединить философию и педерастию и гимнастику, попытается соединить философию и педерастию напрямую. Философия ведет к добродетели. Да. И значит, любовь, которая ведет к добродетели, это философская любовь. В смысле, педерастическая любовь должна быть напрямую связана с философскими занятиями, занятием философии. Ну, значит, по сути, философия ведет к добродетелю, любовь тоже ведет к добродетелю. Нет, нет, смотрите. Любовь должна вести к определенному благу. Благу, который благо само по себе. Это благо-добродетель. Теперь вопрос, как любовь может вести к добродетелю? И Повсаний находит штуку, которая ведет к добродетелю по умолчанию. Философия. А значит, ему надо будет соединить педерастию и философию, чтобы показать, что его любовь может вести мальчика к добродетелю. Потому что философия, она очень коммерциальна относится к этому. Конечно, конечно, конечно. Так вот, если эти два обычая, любви к юношам и любви к мудрости, всяческой добродетели, свести к одному, то и получится, что угождать поклоннику прекрасно. Да, я напоминаю вам, что к тому моменту, как Платон пишет, глагол «сюнейми», изначально подразумевающий фразу «спать вместе» или «быть вместе», превращается в глагол «читать лекцию». И Повсаний показывает нам, как это происходит. Спать вместе с мальчиком, быть вместе с мальчиком. Как это правильно сейчас? Ну да, быть вместе. Быть вместе с мальчиком и учить мальчика философии, то есть добродетели, это одно и то же. Спать и учить, это одно и то же. Да. Ну, ведь хороший родитель должен подобрать своему ребенку, хорошего учителя, добродетеля. Значит, он сам должен отдать своему другим педерастам? О, ну, я так понимаю, что вы вспоминаете к снофону. Да, 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 да. С точки зрения Повсания, естественно, то есть, смотрите, отцы разрешают себе все, запрещают все своим сыновьям. И Повсаний говорит, естественно, каждый родитель хочет для своего ребенка лучшего. Что есть лучшее, чем добродетель? Есть способ добиться добродетели с помощью любви. Любви взрослого педераста к вашему сыну. Он решает проблему. Отцы должны разрешить своим детям спать с другими отцами при условии, что это сделает детей лучше. Итак, мы говорили, что труд, причина, по которой отцы разрешают себе все и все запрещают своим детям, заключается в любви к себе. И Повсаний находит способ поставить эту любовь к себе на вооружение педерастии. Если вы любите своего сына, вы хотите, чтобы он стал лучше. И дальше цепочка русский. Но это возможно только при условии, если педерастия и философия идут вместе. Я напоминаю вам, спать с мальчиком, значит трогать мальчика. Делать его лучше, значит вселять в него некоторую мудрость. Философия и любовь к мудрости. Значит, мудрость может перетекать от одного человека к другому при прикосновении. Конечно. Это назад. А теперь шаг вперед. Когда Алкевиат ложится в постель к Сократу под одно одеяло и говорит, Сократ, я готов обменять свою красоту на твою мудрость. Станови тебя мудрой. Не это. Сократ отвечает ему, это круто, но это несправедливо, потому что очевидно, что что-то стоит больше, чем другое. И Сократ отказывается с ним спать. А как он аргументирует, что стоит больше? А вот он говорит. Сократ говорит, там интересный диалог Сократ говорит, либо ты прав, в смысле я супермудр. И тогда то, что ты мне предлагаешь, так как тело стоит ниже, чем душа, то очевидно, что то, что ты предлагаешь, не может сравниться с тем, что ты хочешь получить. Либо ты не прав, и у меня нет никакой мудрости. Но тогда то, что ты предлагаешь, никак не может сравниться с тем, что ты хочешь получить. Какой бы обмен ты не затеял, был ли ты прав или не прав, обмен мудрости на тело – несправедливый обмен. Но подождите, не может это передаваться через… Нет, это с самого начала понятно, что не может. А теперь представим в конце, пьяный ответ говорит, а давайте представим, что может. Будет ли совершен такой? И ответ – нет, этот обмен не будет совершен, потому что этот обмен несправедлив. А я напоминаю вам, что справедливость – это одна из четырех добродетелей. А значит, добродетельный человек не может совершать несправедливых поступков, то есть совершать обмен мудрости на телесность. Но влюбленный может. Подождите, и все может. Да, но влюбленный – это алкивиад. Да, не проблема. Он может поступить несправедливым по отношению к Сакрату? Да, но он не может, потому что Сакрат говорит ему «нет, несправедливо». То есть алкивиад собирается совершить несправедливые поступки, говорит, да, мы обменяем золото на медь. А Сахар говорит, а давай нет, потому что это несправедливо. Но все равно вот здесь... То есть эта ситуация, которую вы описываете, которую описывает Павсани, возможно только в случае, который ему и подходит. А именно, когда любимый это неразумный мальчик, не понимающий, что он делает. Но проблема-то в чем? Если влюбленный понимает, что он делает, разве он не понимает, что он совершает несправедливость? Если его мудрость влюбленного настоящая, то как он может ее обменивать на тело мальчика? А если она не настоящая, то как он может обменивать ее на тело мальчика? Если он соглашается, вне зависимости, есть ли у него мудрость или нет, обменять свою доводитель на тело мальчика, то он совершает несправедливость. И тогда он не улучшает мальчика, а возлагает мальчика. Он делает мальчика несправедливым, заставляет его совершать несправедливость. И Павсаний садится в лужу опять. Даже его лучший пример, который говорит, что наконец-то можно соединить два обычая, на самом деле указывает на то, что два обычая соединятся. Да. Мы с вами на прошлой паре разделили гомосексуализм и... Педерастия, да. А педерастия – это практика, а гомосексуализм – это ориентация. Можно практиковать не ориентируясь и ориентироваться не практикуя. Ну, например, в тюрьме практикуют. Ну, вы же не хотите сказать, что она наполнена гомосексуалистами? То есть они пед... Да, конечно. Ну, а как же иначе? Да, занимаются педерастией, да. Ну, то есть они как бы и любят, но могут любить женщин? Нет, 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 речь не об этом. У них выхода просто нет. А, ну то есть просто... Да, это акт. Ну вот, я разрешаюсь. Точно так же им и здешние. Алкивиад – не гомосексуалист, но он вполне может практиковать педерастию. Но Павсания? Павсания мы не знаем, но выглядит так, как будто он действительно настоящий гомосексуалист. Ну, то есть он за... Просто за ориентацию сейчас выступает? Он... Нет, он не выступает... Смотрите, он не качает права меньшинств. Он выступает за самого себя. Он хочет объяснить, что то, что делает и собирается делать в будущем – это хорошо. Потому что очевидно, что хороший человек плохих вещей не делает. Ты совершенно запуталась о заказе, господи, раз? Нет. А он че за красавцы ходит? Он говорит, просто хотела учить что-нибудь, а он с ними... Он делает... Мы дойдем к этому в самом конце, когда Алкивиад предупреждает Агафона. Сократ только делает вид, что любит мальчиков. Никаких мальчиков он не любит. И Датима объяснит нам, что он вообще никого не любит. Он вообще всю жизнь делает вид? Да. Ну, как женился и завел детей для того, чтобы все думали, что он нормальный. Хорошо. Иными словами, если поклонник считает нужным оказывать уступившему юноше любые справедливые, по его мнению, услуги, а юноша, в свою очередь, считает справедливым ни в чем не отказывать человеку, который делает его мудрым и добрым, а если поклонник способен сделать юношу умнее и бродительней, а юноша желает набраться образованности и мудрости, так вот, если оба на это сходятся, только тогда угождать поклоннику прекрасно, а во всех остальных случаях нет. Да, 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 да. То есть, получается, здесь мы уже оправдываем... Не, а мы уже... Здесь мы уже ничего не можем оправдать, потому что мы уже все выводы сделали. Ну, то есть, все, как бы можно спать с маленькими мальчиками? Нет, так получается, что невозможно это сделать. Да как же невозможно? Потому что несправедливый акт не может сделать юношу справедливым, а он в любом случае... Нет, я имею в виду повсание, то есть, он приходит к тому, что он пытается оправдать, что маленькие мальчики могут спать со взрослыми мужчинами. Но у него не получается, потому что соитие маленьких мальчиков с мужчинами имеет разные цели. У мужчины цель – это воплотить свою любовь, а у мальчика цель – это добритель. Вопрос, если у них разные цели в любви, они оба достигают своих целей, или только кто-то один достигает своих? Только один. И так как мы уже знаем, что справедливый обмен тела на мудрость невозможен, то только один из них достигает своей цели, и это, естественно, влюбленный. И тогда получается, что повсаний говорит в своей речи, что ему вообще-то все равно на мальчиков. Но это ведь то самое оправдание, благодаря которому мальчикам можно спать с мужчинами, что это все делается ради их улучшения. Но это не делается ради их улучшения. Отцы могут разрешить своим детям спать с другими мужчинами, только если это делает их лучше, то есть, если этот акт воплощает любовь отца к самому себе. Но этого нет. Почему у повсания нет проблем с тем, чтобы вести такой обычай? Потому что повсаний не отец. У него нет родного мальчика, у него нет любви к себе, выраженной в этом мальчике. Он говорит, ну всех остальных-то можно, значит. Я напоминаю вам о проблеме с Трипсиадой и Фидипидом. Когда Фидипид бьет с Трипсиадой, он доказывает ему, что сын может бить отца в старости по ужасной мной схеме. И тогда Трипсиад говорит, не бей меня, у тебя же тоже будут дети, и значит, они тебя будут колотить в старости. И Фидипид находит блестящий свет, у меня не будет детей. Все, проблема решена. Он может продолжать бить собственного отца. Так и здесь. Повсаний может продолжать любить сладких мальчиков, только если сам он не отец. То есть, для отцов проблема не решена вообще никак. И снова я напоминаю вам, что проблема здесь, так же, как и проблема с Федором. Идеальный город, состоящий из одних бездетных мужчин и их любимых мальчиков, это город, обреченный на вымирание. То есть, Повсаний согласен с Федором, что в его картине «Мир», которую он написан, может быть идеальный город, но этот идеальный город может быть с прокреацией. Город, обреченный на вымирание. То есть, не город вообще и плохой город. Я бы там хотел спросить, как все эти сторонники, именно отечественные, как мы начинаем с Федором, которые рассматривают, ну, откуда эти мальчики будут праздывать. То есть, женщины заводить, которые будут все угрожать, они как-то вообще это касаются, и их волнует только их, как бы... Так как Федоростия – это практика, а не ориентация, вы можете быть прекрасным женатым гетеросексуальным мужчиной и иногда ходить к мальчикам. То есть, иногда... Более того, вы можете всегда ходить к мальчикам, но у вас должен быть наследник, как у нормального гражданина. Но они так живут? Ну, не все. Более, я напоминаю вам, что это новомодное веяние, против которого выступает политика и философия. Откуда вы взялись в счете? Мы обсуждали генеалогию в прошлый раз. Если говорить об истории, то современная антропология предполагает, что акт соития мальчика с мужчиной – это акт древней инициации. Помните, во всяких страшных индийских и африканских племенах есть всякие страшные акты инициации. Я помню, в Африке какие-то юноши прыгают с тарзанки вниз, с высокой башни. Причем они ее строят, а тарзанка не резинка, а лиана. Способ стать из мальчика мужчиной – это прыгнуть вниз и долететь до конца. То есть, лиана должна быть длиннее, чем должна касаться земли. То есть, это просто прыгнуть и удариться головой. И это и значит стать мужчиной, преодолеть собственный страх. Таких актов инициации… Вот это, по-моему, я просто представила, тарзанку мальчика. Нет, башня, внизу резинка. Ну, помните, с мостов люди прыгают на резинках, там троняются до воды. Вот там то же самое, только вместо резинки лиана, и она достигает земли. То есть, этот обряд инициации подразумевает, что ты, мальчик, испытывает страх смерти, а мужчина не испытывает. Он просто… Ну… Не боялся. У спартанцев, как вы помните, обряд инициации включал в себя бичевание. Ксенофон говорит в Лакедемотре Политии о так называемом обряде воровства сыра из храма Деметры, кажется, я не помню. Юноши ритуально воспроизводят некое воровство. Их за это воровство ловят. И обряд инициации – это бичевание. В «Спарте» эти обряды проходили ежегодно, и даже когда «Спарта» закончилась, многие приезжали посмотреть уже на театральную постановку. Задача юноши, которого бичуют, была в том, чтобы не издать крика. И, естественно, не умереть. А всякий, кто умер, ну как бы все, значит, мужчина. Или всякий, кто закричал, тот должен пройти за таблетой инициации «Спарта». Да-да-да-да-да, а здесь… Ну как это? Мужчина делает из вас мужчину. Мужество передается путем плохого контакта. Делает ли мужчина путем плохого контакта женщину мужчины? Нет, конечно, у нее нет потенции к этому. Как бы сказал Фрейд, у женщины нет и дипового комплекса, потому что у нее нет основной части и дипового. В этом случае обмануться не позорно. А во всяком другом и обмануться, и не обмануться – позор одинаковый. Итак, отец отправляет своего мальчика спать с другим мужчиной, при условии, что мальчик думает, или они с отцом на двоих думают, что это сделает мальчик лучше. И ничего страшного, говорит Павсанин, если мальчика обманут, потому что намерения у мальчика были самые лучшие, когда он удавался. И у его отца были намерения самые лучшие, в смысле – любовь к себе. И Федор, и Павсанин считают, что в основании любви лежит любовь к себе, и что это самая лучшая любовь, и только с ее помощью мы можем построить хорошее государство. Я напоминаю вам, что либеральное государство построено именно на этом, так называемом, здоровом эгоизме. Если, например, юноша, отдавшийся ради богатства богатому, казалось бы, поклоннику, обманывается в своих расчетах и никаких денег, поскольку поклонник окажется бедняком, не получит, этому юноше должно быть тем не менее стыдно, ибо он-то все равно уже показал, что ради денег пойдет для кого угодно, на что угодно, а это нехорошо. Вместе с тем, если кто отдался человеку на вид порядочным, рассчитывая, что благодаря дружбе с таким поклонником станет лучше и сам, а тот оказался на поверху человеком скверным и недостойным, такое заблуждение все равно остается прекрасным. Ведь он уже доказал, что ради того, чтобы стать лучше и совершеннее, сделать для кого угодно все, что угодно, а это прекраснее всего на свете. И стало быть, угождать во имя добродетеля прекрасно в любом случае. Угождать влюбленному со стороны любого. Павсаний сохраняет разницу. Юноше не позорно обмануться, если он ищет добродетели. Мужчина не позорно обмануть, если он ищет любви. Что это говорит о них обоих? Что они обманут любви. Ну, не-не-не-не. Что они оба недобродетельны. Эрос не связан с добродетелью и не ведет к добродетели. Наоборот, как мы уже говорили, Эрос противен добродетели, потому что обмен тела на добродетель – это несправедливый, то есть не добродетельный обмен. Павсаний придумывает идеальное оправдание. Твой сын станет лучше, то есть добродетельнее, если переспит с другим мужчиной. Но по определению этот акт никогда не ведет к добродетели. Оправдание Павсания, последнее финальное оправдание Павсания, последняя попытка Павсания связать Эрос и добродетель проваливается. Точно так же, как проваливается попытка Федора связать Эрос и добродетель. Но в его случае только одно мужество. Такая любовь Богини Небесной. Сама Небесная, она очень ценна и для государства, и для отдельного человека, поскольку требует от любящего и от любимого великой заботы о нравственном совершенстве. Ну, о добродетели. Все другие виды любви принадлежат другой Афродите – пошлой. Вот что Федор заключил Павсаний. Могу я без подготовки прибавить насчет Эроса к сказанному тобой. Этого достаточно. Все другие виды любви принадлежат к Афродите – пошлой. А какие другие виды любви у нас остались? К телу. Так подождите. Только к телу. Так подождите. Влюбленный хочет только тело. Хорошо, женщина. У нас остался только этот вид любви. Так можно отвлекать любовь женщина. Вот, вот. Именно поэтому он и говорит, что все другие виды любви – это пошлые виды любви. Потому что единственный вид любви, который остался – это любовь к женщине. А почему он сделал такой волос, что любовь к женщине ничтожна? А почему он сделал такой волос, что любовь к женщине ничтожна? Потому что мы предполагаем, мы делаем допущение, возможно, не слишком обоснованное, что Павсаний – гомосексуалист. А значит, его вообще не интересует любовь к женщинам. И значит, он должен объяснить, почему любовь к мальчикам лучше, чем любовь к женщинам, учитывая, что его вообще не интересует любовь к женщинам. Основать он, собственно... Да, 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 конечно. А почему он пишет прочие эросы? То есть, множество числа. А потому что он с самого начала сказал, что их больше, чем два. Да, но он их не ожидал. Да, но назвал только два. Еще раз. Он сейчас пишет, а все прочие эросы от другой... Все другие виды любви, да, принадлежат другой афродизм, пошлой, да, да. Но это же наук, который вызывает выход на любовь к женщинам. Нет, не обязательно. Помните, мы можем еще сказать о любви к маленьким детям, которые он признает. Или, если хотите, почему нет, любовь к старикам. Это ведь тоже гомосексуальная геронтофилия, наверное, возможно. В смысле, скорее всего, возможно. Но по сравнению с ним, он как лучше к маленьким мальчикам. Да, именно поэтому этот вид любви его не интересует, и он пошлый. Любовь к старикам, фу, какая гадость. Помните, что их отношение очень простое. Мальчик никого не любит. Мальчик только позволяет себя любить. А если мальчик кого-то любит, в смысле любит старшего, то это пошлый вид любви. Да, да. И еще. Да, конечно. Я знаю, что его интересуют женщины, но все-таки, как он отодвинул тот факт, что женщины живут за мужчиной, ну, даже если в его теории это все укладывается, что они тянутся к разумному. Нет, он вообще не говорит про женщин. Задайтесь другим вопросом. Ведь Павсани не говорит с точки зрения женщины, они его не интересуют. Павсани говорит с точки зрения самого себя, с точки зрения мужчины шире. Почему мужчины спят с женщинами? Как мы можем это обосновать, исходя из тех выводов, которые мы сделали в ходе обсуждения речи Павсани? Это для рождения детей. А почему для рождения детей? Потому что дети нужны для того, чтобы держаться сюда встанет. Нет, нет, это плохо. Павсани не говорит об этом. Родители нужны к мужчинам, к женщинам, к женщинам, к мужчинам, к мальчикам. Родить мальчиков. Тоже плохой ответ. Они просто начинаются с плохого вида Ви и все. Нет, мы пытаемся обосновать, а не Де обосновать. Павсани уже все разрушу. Причина, по которой мужчина спит с женщиной, это любовь к себе. Потому что женщина позволяет прокреацию. Окей, ну и даже поэтому. А тогда почему женщина спит с мужчиной? А это нас не интересует вообще. В смысле, мы же задаемся вопросом... Он просто отодвигает... Он его вообще не интересует... Заметьте, в его прекрасной теории лесбиянок нет вообще. Да, и при этом он говорит о том, что тот, кто спит с женщиной, ничтожество. Да, но тот, кто спит с женщинами и с мужчинами, потому что он не может представить себе мужчину, который спит только с женщинами. Да. Да, именно поэтому мы говорим, что он говорит о собственном выборе. Он гомосексуалист, который хочет спать только с мужчинами, а может с мужчинами и с женщинами. И он должен объяснить себе и окружающим, почему его выбор спать только с мужчинами, это классный выбор. Вы можете дать ответ, почему женщина спит с мужчиной, точно такой же, какой я дал на ответ, почему мужчина спит с женщинами. Конечно же. Любовь к себе. Прокреация. Конечно, конечно. Слушайте, ну вообще, кстати, это его личные решения, его личная жизнь и все какие-то... Ну, никто за ним не будет стоить, ах, ты что сыграл... Нет, заметьте, он же собирается, смотрите, как вы знаете, все культуры делятся на два типа. Культура стыда и культура вины. Культура стыда – это христианская культура, культура вины – это греческая культура. Культура вины подразумевает, что вы плохой тогда, когда вас застали за плохим атомом. Тогда, когда вас видят, как вы делаете что-то плохое. Павсаний все время с агафоном. Агафон сидит у него на коленочках. Такая штука уж – это любовь. Быть вместе же, да? И значит, Павсаний не может сбежать, быть видимым кем-то вместе с агафоном. А значит, он должен объяснить всем людям, что то, что он делает, не плохо, а хорошо. Что он и пытается сделать. Когда он на коленках сидит? В Платагоре. Совсем-всем маленький агафон сидит на коленочках у него совсем маленького Павсания. Маленький, извините, это по возрасту? Да. И я надеюсь, мне удалось вам показать, что за платонической любовью не стоит ничего, за ней стоит несправедливость и недобродительность. За платонической любовью? С точки зрения Павсания, да. Да. Если платоническая любовь отталкивается от речи Павсания, то всё, что говорит… Да, да, да. Да, но он-то выступает за деньги, ну, за деньги. Он выступает за нравственные совершенства, за любовь к душе. А платоническая любовь – это как бы именно это. Понятно. Ну, насколько мне дано понять, это общее принятие вложения. Есть ли ещё какие-нибудь вопросы? Ну, тогда давайте подождёмся.